Меня зовут Юна Элина, я дизайнер-стилист. Три с половиной года назад я создала, успешно создала, и у меня есть марка одежды Una Fashion. Также у меня есть сеть бутиков русских дизайнеров, я поддерживаю райских дизайнеров. Недавно, буквально три месяца назад, ко мне обратился Андрей Благинин, руководитель благотворительного фонда «Улыбка детства», с инициативой создать такой проект, как «Особая мода». Сейчас немного об Андрею. Андрей, о себе. Всем здрасте. Мы все-таки с Юной решили реализовать этот проект, и я считаю, он обречен на успех, потому что это социальный проект, и дети с особенностями, у них вообще свой внутренний мир, и мы сделали так, чтобы они открыли свой внутренний мир с помощью рисунков. То есть рисунки уже есть, готовые, они будут украшать одежду, моего дизайна и других уральских дизайнеров. Вы все знаете, да, что дети с аутизмом, и дети особенные, они иначе смотрят на мир, и рисунки соответствующие. У нас, кстати, как раз по этому поводу, мы сегодня увидели здесь клоуна, мы сказали, что у нас есть его портрет. Как, похож на того клоуна, который был? Да, то есть, такие вот... Рисовали все дети. Это все рисуют дети, да. Цель, вообще идея, конечно, показать, что дети могут быть законодателем моды, а цель такая, что с продаж коллекции одежды, которые уже будут продаваться в моих бутиках, а также есть договоренности с онлайн-площадками в России и неделями моды, которые происходят в России, показывать там, делать показы этой одежды. То есть, с продаж, именно с продаж будут все деньги уходить на строительство площадок детских сенсорных комнат, дальше у кабинета Фосфакан. Мы очень активно сейчас будем сотрудничать с ассоциацией особые люди, особые люди, которые тоже здесь присутствуют, и мы будем знать реально эти запросы и точно будем помогать. Знаете, да, что есть уже такой реализованный проект, есть успешный, Наталья Водянова, известнейшая модель, топ-модель, у нее есть с брендом Зарина такой проект, но они делают это с детьми аутистами, которые, ну, не находятся в детских домах, а у нас все-таки упор на тех детей, которые находятся в интернатах. Мы ездили в детский дом Танадина или Пустина, и мы видим, что у них есть проблема, у них нет арт-терапевтов, которые развивают их видение мира, вот эту красоту, которую у них есть внутри, они не могут ее показать. То есть мы хотим, чтобы у нас еще были арт-терапевты, которые будут работать с этими детками. Что могу сказать, что нам нужна сумма 116 тысяч рублей. Первая коллекция, которая сейчас уже будет показана, она полностью на моих средствах, то есть я потратила на нее там около 60 тысяч. А вторая, уже второй запуск коллекции будет уже из платьев, то есть платье, понятно, что это больше уже затраты, и нам нужно примерно 100 платьев отшить, именно с принтами, то есть вот эти вот принты, они будут именно в ткани находиться, то есть как ткань принтованная. Я вам чуть позже покажу их. Да, а первая коллекция сейчас будет свитшоты и футболки, потому что они достаточно быстрее расходятся, как горячие пирожки. Там будет вышивка, именно вышивка этих принтов. Ну, инициаторы – это вот «Улуха детства». У нас, у Андрея, очень много реализованных проектов социальных. У меня тоже, я победитель в топ-50 номинации «Мода», самые знаменитые люди Екатеринбурга, марка одежды 3,5 года, «Мода фэшн». Причем я даже не знала, что это в переводе, сейчас поняла, что это в переводе особая мода. То есть как бы совпало все, я даже не специально это делала. Вот, есть вопросы? Давайте я сначала перед вопросами покажу вам рисунки. Аюна, наверное, прокомментирует. На самом деле, я когда начала работу над этим проектом, я думала, что каждый ребенок там будет ванглог, как минимум. Но на самом деле не все дети даже умеют рисовать. То есть, ну, мне было просто в моих мечтах, что это будут какие-то нереальные рисунки, полотна. Но дети, которые находятся в детском доме, у них ограниченное мышление. Представляете, они видят только свою среду и только то, что находится вокруг своего детского дома. Мы бы хотели, конечно, чтобы дети рисовали лучше. И то есть для этого их нужно вывозить, показывать им мир, показывать им места, образование давать, тоже там искусство, арт-терапия и так далее. Поэтому это тоже одна из задач наших, чтобы это показывать. То есть есть дети, которые очень талантливые уже сейчас, а есть, ну, вот как бы простые вроде, да, рисунки, там, солнышко. То есть даже когда мы дали задание, нарисуйте, пожалуйста, весну. Ну, все нарисовали одинаковые цветочки, одинаковые солнышки. То есть 10 детей, одинаковые рисунки. Ну, то есть это тоже проблема, которой мы будем заниматься.